И в продолжение темы. В рамках Месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы проводятся самые разные мероприятия. О некоторых из них мы расскажем в нашей рубрике «Телетайп новостей». В Малом зале городского Дома культуры в рамках Месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы и к 75-летию снятия блокады Ленинграда состоялось тематическое мероприятие «Был фронт, была блокада». На мероприятии присутствовали учащиеся 17-й школы. Ребятам рассказали о героической обороне Ленинграда, о жителях блокадного города. Они посмотрели видеопрезентацию «Мужество и стойкость Ленинграда». Для присутствующих прозвучали песни военных лет в исполнении детского вокального ансамбля «Гармония» и образцового вокального ансамбля «Империя». В рамках Месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в городском Доме культуры был проведен военно-исторический конкурс «Наша общая победа», посвященный 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Организован он был славянским филиалом «Кубань-Патриот-Центра». В интеллектуальном состязании приняли участие 13 команд из школ и техникумов. Ребятам необходимо было ответить на 30 вопросов. Лучше всего знания истории продемонстрировали студенты электротехнологического техникума, ответив на 27 вопросов из 30. На втором месте оказались студенты сельскохозяйственного техникума. В их копилке 26 правильных ответов. Третьими стали учащиеся 17-й школы. В рамках месячника обороны массовой и военно-патриотической работы в Славянске-на-Кубани прошел традиционный районный конкурс среди казачьих классов «Люба Атаман» в память о казачьем полковнике Атамане Славянского районного казачьего общества Александре Балыми. Конкурс организован и проведен отделением военно-патриотической работы «Казачье братство» с привлечением казаков. В соревнованиях приняли участие команды из шести школ. Ребята состязались в разборке и сборке макета автомата Калашникова, снаряжении магазина, метании спортивного ножа и стрельбе из пневматической винтовки и пистолета, а также в интеллектуальном и творческом состязании. Победителем конкурса стала команда 48-й школы. В Новороссийске прошла 51-я по счету Всероссийская патриотическая акция «Бескозырка». Ее участниками стали более 50 тысяч жителей и гостей города, в том числе и славянские студенты и школьники. На Малой земле прошла реконструкция высадки десанта. Помимо этого, каждый участник акции мог поподробнее узнать об истории Великой Отечественной войны и обороны Малой земли. Голоса, рассказывающие историю, звучали из каждого динамика, установленного к мероприятию. В этом году, как и всегда, на волны Черного моря опустили «Бескозырку» в дань памяти павшим солдатам, защищавшим Новороссийск.